Воскресенье Воскресенье Во-первых, удастся ли Его... Видимо, не только конфликта Не только конфликты, да Вообще, я имею в виду конфликты Как конфликты в долгосрочной Перспективе, не этой конкретно Войны между Газой и Израилем А вообще конфликта Ближневосточного. Почему? Дело в том, что Соединенные Штаты Америки Как известно, всегда были Привержены, когда-то более Когда-то менее, но они всегда были Привержены к идее Двух государств на территории Палестины. То есть, и государство Израиль, и палестинского арабского Государства. Это резолюция ООН 1947 года Которую Америка не хотя поддержала Советский Союз тогда эту резолюцию продавила То есть, в этом смысле Позиция США, в принципе Мало чем отличается От официальной позиции Кремля, например Вот, значит Американцы этой позиции так и придерживаются Более того, в 90-е годы Если вы помните, был мирный процесс Между Израилем и Палестиной Которым как раз ключевую роль Играло именно посредничество Американской стороны Процесс этот закончился К сожалению, фиаско Основанный на принципе Мир в обмен на территории Теперь возьмем Израильскую сторону В израильская сторона Именно в связи с тем, что В 90-е годы этот процесс Закончился крахом По ряду причин Были радикалы Среди правосианинских кругов В Израиле Которые в конце концов Руками Игаря Амира Застрелили Ицхака Рабина Главного двигателя Сторону мирного Урегулирования с палестинцами В 95-м году Были радикалы Со стороны Палестины Хамас Исламский джихад И так далее И это привело В процесс краху Это вызвало Дрейк в израильском обществе В сторону недоверия К этой формуле Идеи двух государств И поэтому Может быть не очень Пормально Но во всяком случае Де факто Израильское руководство Нынешнее А это очень правое Правительство По своим взглядам Очень правое Практически Отказалось от идеи Решения проблемы Посредством Основания Палестинского государства Хорошо Если нет Государства Палестина Тогда как решать И вот сейчас Это нас связывает С войной в Газе Происходит Именно вот этот процесс Крайне правые Ультраправые В Израиле Всегда говорили Нужно просто Выселить Палестинских Арабов С этих территорий То есть Поскольку Вот есть правое Религиозное Сианистское движение У них какая идеология Что территория Государства Израиля Должна быть В рамках Как скажем Арцавцев Из Нагорного Карабаха Да 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 Абсолютно Абсолютно то же самое Что они считают Так что Территория Государства Израиля Должна быть Не как она Обозначена В резолюции ООН 47-го года А в рамках Библейского Израиля Как она обозначена В тексте Тора В тексте Пятикнижа Моисея И поэтому Иудеи и Самария Две территории Прилегающие К реке Ордам И к Мертвому морю Правые сионисты Религиозно считают Своим Они считают Так Надо либо депортировать Араву Либо договориться С ними Чтобы они уехали Сами Михаил На фоне этих переговоров Запад четко Говорит Что Газа И Западный берег Преднадлежит Палестинцев Конечно Сработает Такая формула Это Международное право Поскольку Это была Но проблема В том Что действительно Израиль Может быть Прямую Не отказывается Это признавать Но По факту Он действительно Действует так Как будто Он этого Не признает И сектор Газа Тоже должен Входить В территорию Палестинского Государства Хотя он Не входит В библейский Израиль Не входит Но Сейчас ведь Что делают Израильтяне Сами не знают С газой Что им сейчас делать И когда Закончатся Боевые действия Они Этого Просто Не знают Толком Они начали Эту войну На фоне Эмоционального Шока От страшной Трагедии 7 октября И поэтому Сейчас когда Им задают вопрос Ну хорошо Закончите Операцию А как дальше Вы будете Что Они не могут Дать мертвого Ответ Они не знают И Тамар Бенгвир Например Это крайне правый Ультраправый Как раз Сионист Говорит Что Ну надо просто Их выселить Туда В Египет И все И поселенцев Туда Смотрит Другой Також Говорит Поселенцев Туда поселим Это Это Какого рода Решение конфликта Министр обороны Израиля Последнее замечание Министр обороны Израиля Юаб Голан Он какую-то Отписку Написал Ему сказали А что Вы будете Делать Он написал Такую отписку Что говорит Ну да Мы закончим Боевые действия Военный контроль За Израилем Местное управление За местными Значит Активистами Но ведь Это уже было Два раза То есть Это фактически Окупация Это уже Два раза Израиль Израиль делал Сектором газа И оба раза То есть Израиль толком Не знает Что он сейчас Хочет делать Вот Блинкен Приехал Для того Возвращаясь Я долго отвечал На этот вопрос Но он очень важен Там нюансов много Понимаете Это такой конфликт Где много нюансов Он приехал для того Чтобы надавить на Израиль Что даже не берите В голову Такие идеи себе Потому что Мы вас тогда Не сможем поддержать А Израилю Противостоят И Хизбалла И сирийские группы Значит Проиранские А американцы Пока Нейтрализуют Все это Но Если Не ослабить Свою поддержку Израилю То Израиль Приведется Намного сильнее Вот это Очень такой Очень тонкий Очень деликатный момент Об этом Собственно говоря Сегодня Блинкен И говорил Кстати он с Галантовым Встречался С министром Обороны Между тем Что говорит Блинкен Цитата Обвинения Израиля В геноциде Несправедливые Вы тоже так думаете Понимаете Геноцид 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 Это преднамеренное Целенаправленное Уничтожение Группы людей По этническому признаку Или по религиозному признаку Только потому Что они являются Членами этой группы Значит И теперь посмотрим На действия Израиля В секторе ГАЗа И к сожалению Опять же Я не судья И сейчас нам Многие факты неизвестны Потому что Есть такое понятие Как туман войны Да И контроль за информацией Но пока Из того что мы можем Найти в средствах Массовой информации Как помимо Некоторые действия Израильской армии Носят признаки Носят признаки Геноцида К сожалению Это надо констатировать Понимаете Значит Я очень надеюсь Что мои Вот эти опасения Да и ваши Я уверен Мировой общественности Не оправдаются И что когда Факты станут Более четко установленными И достоверными И ясными Все таки Это будет иначе Но Я Я склонен считать Что Госсекретарь Блинкен В данном случае Делает утверждение Которое Явно Расходится С тем Что человек Видит своими Собственными глазами Я вижу Вы видите И весь мир видит Да Можи целые кварталы А геноцида нет Конечно Там есть Боевики Хамад Да Они прячутся За мирными Жителями Но тем не менее Кварталы с мирными Жителями Сносятся Только потому Что они Палестинцы Ну вот Поняли Кстати Блинкен Сегодня встречается С Махмудом Аббасом Ну То есть Главный Модератор Этого конфликта Является США Все таки Ну на данный момент Да Они пытаются Таковым быть Проблема Заключается В том Что Соединенные Штаты Америки Потеряли Практически Полностью Кредит Доверия С Палестинской Стороны И вообще Со стороны Многих Арабских Стран Это связано С целым Рядом Факторов С целым Рядом Действий Американцев Значит И Да Он пытается Быть модератором Но Я просто Хотел бы Так Сформулировать Сейчас Не 90-е годы Когда действительно Администрация Клинтона Была по-настоящему Объективным Справедливым Восприятие Обеих сторон То есть Израиль и Палестинцев Модератором Хотя Процесс Закончился Неудачей В 2000-м году Встреча В Кэм-Дэвиде Если помните Ясер Арават Просто В самом конце В самом конце Он просто вышел Из комнаты И все Сказал Нет Я так не могу Но почти договорились Было близко Все Вот Но сейчас Ни 90-е годы Сейчас Такого авторитета У Соединенных Штатов Уже нет Поэтому Да Встречается с Аббасом Потому что Я думаю Что американцы Пытаются уговорить Палестинцев На то Чтобы Вернуть себе Контроль Вернуть контроль Контроль Значит Палестинского Автономии Над сектором газа Который был потерян В результате Прикода к власти Там Хамаса Но Аббас Несколько раз говорил Что он этого не хочет делать Значит Египет Ассиси Он потом будет встречаться С Ассиси Президентом Египта Генералом Ассиси Египет сказал Что тоже Значит Мы не собираемся Брать себе Значит 2,3 десяток Миллиона Палестинцев Из газа Хотя газа До 1967 года Была частью Египта Но дело в том Что просто Там сильны Позиции Хамаса А Хамас Это на самом деле Это ветвь Организации Братья-мусульмане Организация Братья-мусульмане Запрещена В Египте Хотя при этом Поддерживается 25% населения Зачем Каиру Это головная боль За какие деньги Они готовы Будут На это Поймать Это очень сложная Сложная ситуация Перед Блинкиным Блинкиным Нужно Карабкаться На очень крутую Гору Да Согласен Кстати Сегодня состоялся Телефонный разговор Между главами России И Ирана Ну Понятно Главный вопрос Здесь Сектор газа Но Для Ирана Немаловажная Ситуация На Южном Кавказе Михаил Конечно Для Ирана Ситуация На Южном Кавказе Является критически Важной И в данном случае Я думаю Что И Россия И Иран Могут сыграть Позитивную роль Хотя бы в том Что вот То что осталось От этого процесса На Азербайджанском процессе Что это Каким-то образом Ситуацию Стабилизировать Я также считаю Что Имеет смысл Поднять вопрос О том Чтобы Беженцы Люди Которые потеряли Своё жильё В результате Катастрофы В Арцахе В Нагорном Карабаке Что вообще-то Им полагается Какая-то компенсация На самом деле И не из бюджета Еревана Потому что Эти люди Были совершенно Без всякой На то причине Всё-таки Вернуться в свои дома Вы не считаете Реальным Вы знаете Для этого нужно Чтобы они не боялись Вернуться в свои дома Как это сейчас Хотят делать С палестинцами Вот С палестинцами Там другое Смотрите С палестинцами Помните Мы сравнивали Беседовали Я говорю Это похоже на то Что было в 48-м году То, что палестинцы Звать Нагба Когда Вот Они ушли Скажем Из Яфы Из многих других мест В Израиле Никто их Они говорят Нас преследовали Израильтяни Да мы никого Никого не преследовали Никому не угрожали Но они создали Такую атмосферу Что люди Испугались И ушли Вот то же самое Было И с Арцахом То есть Азербайджан Как бы не говорил Сейчас мы придем И начнем Как бы Всех Расстреливать Там Арестовывать И так далее Но люди Боялись Что это произойдет А это само по себе Обоснованный страх Учитывая историю Кровавую историю Этого конфликта И они ушли И если вы думаете Что этот страх Уже ушел Ну Я думаю Что мы оба С вами согласимся Что вряд ли Поэтому нужно Чтобы люди Перестали бояться Нужно чтобы было Или нужно Чтобы достигнуто Было такое соглашение Между Азербайджаном И Арменией Чтобы люди таки Не боялись Чтобы Азербайджан Создал людям Условия для возвращения Или Или даже Например Предоставил бы Сейчас идут переговоры О которых Мы мало что знаем Конечно Потому что Это будут Очень сложные переговоры Потому что На самом деле Речь может идти Либо о том Что люди Никогда не вернутся Либо о том Что Азербайджан Должен будет предоставить Какие-то права Армянскому населению Которое вернется И восстановить Какую-то их автономию В какой-то форме А в какой форме Это будет автономия Какие права Будут у этой автономии И азербайджанцам Нужна будет гарантия Что эта автономия Опять не объявит Себя независимой Как это началось После событий 87-го года Начало 90-х годов Независимость В 93-м году Была проразглашена Если не ошибаюсь Поправьте меня Если я ошибаюсь То есть Понимаете 94-м Где-то вот так То есть понимаете Значит Им тоже нужно будет Гарантия Что такого не повторится Что опять не начнется То есть это очень сложный процесс Это очень сложный процесс И он продлится Какое-то время Надеюсь не так долго Как процесс с палестинцами Очень надеюсь на это Михаил, кстати Блинкин Ближневосточное турне Начал с Турции Министры обсуждали И переговоры Между Ереваном И Баку Я думаю Это важно Если учесть Что Баку Отказывается От вашингтонской Плошадки Ну естественно Мы с вами По-моему Почти каждый раз Когда общаемся Подчеркиваем Одну и ту же мысль Что Баку Вернее как Анкара Считает Баку И по праву Считает Баку Своим младшим братом Что Анкара Никого не пустит В этот свой Значит Маленький садик Который называется Баку Что Анкара Будет решать этот вопрос Поэтому Блинкин поступил На самом деле В этом смысле Правильно Вы правы Баку не будет Напрямую Разговорить с Вашингтоном Если ему на то Не дадут добро В Анкаре Поэтому Блинкин прилетает На разговор Со своим коллегой Турецким И скорее всего Там речь шла Именно о том Что Значит Какую роль Может сыграть Вашингтон И чем он может Помочь В этом процессе И уже Как говорится Судьба этого Вопроса Теперь уже В руках В руках Турецкого руководства Дадут они Добро Баку Дадут они Американцам Залезть В этот процесс Ангару Ангару Да Внешняя политика Далеко Не первое место Занимает Повестки Дня Во время Предвыборной Компании Но При такой Ситуации При таких Результатах Там И уход Из Аганистана И война С Украиной На Украине Значит Республиканцы Будут постоянно Тыкать демократов Что же вы У вас же полный провал Везде Во всем Понимаете Поэтому Хоть такой-то плюс Надо показать И вот они Естественно Пытаются Хотя бы Вот этот вопрос Как-то Как-то Уладить Михаил Давайте Вернемся В Израиль Цитата Института Лимкина По Предотвращению Геноцида Армянский квартал Иерусалим С 1600-летней Истории Нужно Защищать Защитить От Израильских Экстремистов Что вы думаете Об этих Собетиях Да Ну Во-первых Начну с того Что Армянский квартал Иерусалимов Не очень дорог Потому что Он находится Я думаю Вы хорошо знаете Историю Армянского квартала Я историю знаю Прекрасно Я его много раз Посещал Потому что Если Если вы идете К стене плача В Иерусалиме По старому городу То вы Только пройдете Через армянский квартал Это ближайшая Самая короткая Вам нужно просто Пройти через весь Армянский квартал И потом уже Вы попадаете В еврейский квартал Это действительно Очень древняя история Это самая древняя Община диаспоры Армянской Если не ошибаюсь Вот И естественно Армяне Наверное жили там Не так долго Как там жили евреи Но все равно По-моему Полторы тысячи лет Это уж точно Больше даже Значит Что происходит На самом деле Я уже укоминал Сегодня Так называемых Правоксионистов Идеология Правоксионизма Заключается Именно Радикальный Групп правок Именно в том Чтобы сделать Израиль Только для евреев Основанно Это Они-то как-то Привязывают К призывам В Торе Значит Как что Когда Древний Израиль Древние евреи Вошли бы В землю обетованную Они же бы Вошли и завоевали ее То их долгом было Оттуда изгнать Местных жителей Но их нужно было Изгнать Потому что они были Язычниками Вот поэтому Собственно Там это и говорится В Торе Но они это воспринимают Что нужно Чтобы в Израиле Жили только евреи Это кстати неправильно Потому что Все исторические данные Подтверждают Что никогда Моноэтническим Вот эта территория Не была Вообще никогда Никогда Не было такого Но У них это в голове Засело Вот это вот Значит Я мягко выражаюсь Неправильно понятые Религиозные принципы Это мягко выражаюсь У меня совсем другие слова На языке В отношении этих людей Значит В результате Это те же самые люди Которые совершают Нападение на палестинцев Это поселенцы Так называемые Это те же самые люди Которые Потому что Для них просто Присутствие любого человека Который не является Не является евреем Неприемлемо Поэтому они Они и И христиан Хотели бы всех Если можно было бы Выселить Вот Как я сказал Они хотели бы арабов Выселить Значит Если я не ошибаюсь В начале 90-х годов Армян жило 2000 Такая небольшая Община 2000 Сейчас наверное больше Потому что прошло 30 с чем-то лет Значит Соответственно Население это растет То есть допустим Сейчас примерно 3000 Это небольшая община Вот Они там жили Тысячелетиями Там крупно Религиозный центр Армянский Понимаете Вот И я кстати Уверен Что в данном случае Израильская общественность Не допустит Такого Но естественно Значит Видимо Недостаточно эффективные Действия Правоохранительных Органов Израиля Должны быть Устранены Чтобы Люди Проживающие На Эре-Цесраэль На земле Израиля Были Во всяком случае Могли чувствовать Себя в безопасности Да Видимо так Потому что Армяне Такая же часть Иерусалимской Общины Иерусалима Населения Иерусалима Как евреи Как все остальные Понимаете Вот и на этом все Михаил Спасибо вам Спасибо вам Рад был пообщаться с вами Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин